К нам подключается Ольга Курносова, политические аналитики, кандидат физико-математических наук. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Ольга, Асад у власти, как и Путин, более 20 лет, и он также управляет страной методами устрашения и террора. Приезд возможный, да? Приезд Асада в таком случае, это желание навести мосты между двумя террористическими режимами или там с мостами и так все в порядке? Ну, там с мостами и так все в порядке, потому что мы прекрасно понимаем, что режим Асада держится, по большому счету, на российских штыках. Если бы не военная помощь России, если бы не российские войска, вряд ли бы сегодня Асад был во главе Сирии. Поэтому, что касается их тесной связи, она давняя и устойчивая. Вы, когда делали введение к этому сюжету, вы говорили, что Песков не опровергает его визит, но он даже уточняет, что детали не сообщают из соображений, ну, практически он говорит, что из соображений безопасности, чтобы никто действительно точно не знал, приедет ли он. Вот на самом деле вопрос, почему такой тайный визит, чтобы Асада кто-то не отговорил от поездки, вот по большому счету, как еще это можно прокомментировать? Вроде как ничего такого, или Асад просто опасается, что его убьют, пока он летит. Вот у меня такой вопрос возник. Так что я думаю, что, конечно, они будут встречаться, я думаю, что он приезжает. И что он будет хотеть? В первую очередь, конечно, денег. По большому счету, он ничем не отличается от Лукашенко. Отличается, конечно, но самое главное желание, которое всегда получить, то, что нужно получить от России, это деньги. Ну, в том числе, да и как помощь в восстановлении после землетрясения. Ну, а что нужно России, я думаю, что да, и наемников. И, может быть, как бы что-то из того оружия, которое было поставлено, забрать назад. Потому что ракет не хватает, еще что-то не хватает. Вроде бы сейчас ситуация в Сирии слегка подутихла, поэтому, может быть, забрать оружие назад. Ну, вот вы сказали, Асада могут отговорить. А кто может отговорить Асада и что ему, в принципе, угрожает, если он полетит в Москву? Все другие диктаторы летают, вот Лукашенко ездит. Ну, конечно, Лукашенко ездит, но, по большому счету, и даже в случае с Лукашенко, Путину не удается уговорить Лукашенко везти в Украину свои войска. Да, конечно, Путин этого хочет, но у него это не получается. Что касается того, кто может уговорить Асада, ну, наверное, есть те, кто имеет в него влияние, и кому есть, что ему сказать по этому поводу. В конце концов, вот за президент Турции, я думаю, вполне ему есть о чем поговорить с Асадом. Ольга, вот вы сказали о том, что Песков не опровергает визит Асада и говорит о том, что детали не сообщаются в связи с секретностью. Я обратил внимание на то, что в пропагандистских СМИ этот возможный визит представляется как чрезвычайно важный, там СМИ сообщают, Песков не подтверждает, но и не опровергает. Вот эта вот важность, она чем вызвана? Неужели Асад прям, ну, настолько важная персона для нынешней России? Ну, на мой взгляд, важность вызвана тем, что в Москву теперь почти никто не ездит. Ну, разве что, может быть, несколько людоедов могут заехать, а больше-то, по большому счету, никто туда не приезжает. И, собственно, любой международный визит сейчас преподносится как что-то сверхъестественное. Но оно сверхъестественное и есть, потому что тех стран, которые готовы в лице своих лидеров приезжать в Москву, сегодня можно, наверное, на пальцах одной руки пересчитать. Так что надо что-то говорить населению. Ведь Москва все время пытается откреститься от того, что она осталась в полной изоляции, практически в полной изоляции. Поэтому все время говорят, да нет-нет-нет, с Украины-то меньшая часть мира, да что вы, что вы. С нами тоже много кто общается, но почему-то никто не спешит приехать в Москву. Поэтому остается только хвататься за Ассадов. Допустим, Ассад едет просить у Путина денег. Есть ли у России на сегодня ресурс для того, чтобы вот так вот, ну не знаю, направо-налево раздавать и финансы? Потому что мы можем допустить, что о крупных суммах может идти речь. Ресурса-то, конечно, нет, но это будет как в старом анекдоте, когда подорожала водка, и дети спрашивают у папы, папа, ты будешь меньше пить? Нет, дети, вы будете меньше есть. Поэтому, да, у России сегодня денег нет, но на осуда их хватит всегда, на войну их хватит всегда, а вот россиянам придется затянуть пояса и уже вспомнить старые времена, когда, собственно, с продуктами в России было очень плохо. Да, видите, вот эта вот пресловутая фраза, которая уже стала давным-давно мемом от товарища Медведева «Денег нет, но вы держитесь», она почему-то используется исключительно по отношению к гражданам Российской Федерации, но не по отношению к вот таким вот товарищам, как Асад, которые приезжают клянчить деньги на поддержание своих террористических режимов. Вы сказали о том, что Путин взамен может попросить у Асада наемников, но уже есть наемники, уже наемники есть и из Сирии, и из Палестины в том числе. Или этих мало, или эти закончились? Ну, я думаю, что отчасти закончились, и, конечно, мало, потому что дело в том, что наемников должно быть достаточно, чтобы из них было сделать отдельное подразделение, ибо иначе есть языковой барьер. То есть им нужно, чтобы внутри себя они могли разговаривать на своем языке, иначе как бы некому, и так будет сложно некому ими руководить. Так что должно быть какое-то заметное количество наемников. А вот этого заметного количества, несмотря на все те разговоры о каких-то там тысячах, про которые говорили ранее, но буквально единицы были замечены. Вот вы сказали о том, что Путин в том числе может, не знаю, можно ли тут употреблять слово просить, да, просить назад то оружие, которое Россия поставляла в Сирию и которым воевала в Сирии. А Асад вернет его назад или так вопрос не стоит? То есть там сказано, так все, возвращай подарочки, и он вернет. Я думаю, зависит от условий. Вернет, но за большие деньги. То есть вы думаете, что не будет, грубо говоря, по бартеру такое сотрудничество? Если Сирия и решится, Асад и захочет поставлять Путину вооружение, то только продавая, а не отдавая, как, например, это делает Беларусь. Я просто подумал, слушайте, ну вот это друзья России. Значит, Россия в Сирию поставляет оружие, воюет этим оружием там, а потом, чтобы вернуть его назад, Россия еще должна и денег заплатить вот этим вот друзьям пресловутым. Ну это цирк какой-то. Ну, понятное дело, что они будут оформлены как-то иначе, как какие-то безвозвратные кредиты. Как мы знаем, после распада Советского Союза таких безвозвратных кредитов всевозможным террористическим режимам было масса, да, и там до сих пор они так и не возвращены. Поэтому понятное дело, что они формально оформляются каким-то другим образом. Но мы же понимаем, что это просто те деньги, которые отдаются, в том числе в частное, в личное владение. Я совершенно уверена, что в этом смысле все диктаторы похожи. И на личное обогащение Асад тоже денежки себе откладывает. А у Сирии вообще есть сейчас военный потенциал для того, чтобы удовлетворить запросы России? Ну, какое-то оружие там точно осталось. Нельзя сказать, что оно было все использовано. И, собственно, по большому счету, все-таки активных боевых действий сейчас в Сирии не ведется. К тому же, с некоторыми участниками этих боевых действий, в частности, с тем же самым Эрдоганом, может быть, достигнута какая-то договоренность о том, что они не будут вестись. То есть потребность в этом оружии может быть гораздо меньше, чем она была во время активных боевых действий. Вот с этим, мне кажется, это вполне может быть связано. А как думаете, может ли Асад собираться в Москву для того, чтобы воочию убедиться в политической ситуации и из этого делать вывод, сотрудничать дальше с Путиным или нет? Или Асад не та фигура, которая будет ехать и убеждаться, а скорее та, которую вызывают на ковер? Или у Асада, как и у Путина, не особо большой выбор, с кем можно сотрудничать и дружить? Конечно, у Асада не слишком большой выбор возможных партнёров, но надо понимать, что всё-таки его менталитет — это менталитет восточный. И мне кажется, что точно будет смотреть Асад, а тот ли это, с которым вообще он общался раньше, настоящий ли царь. Вот на месте Асада я бы об этом точно задумалась. Да, об этом много кто задумывается. Ольга, спасибо. С политическим аналитиком, кандидатом физико-математических наук Ольгой Курносовой обсудили возможный визит президента Сирии Башара Асада в Москву. Спасибо. Спасибо. Спасибо.